Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина. Снимаю немножко в таком непривычном для себя формате, но тем не менее хочу сегодня поговорить на тему муж старше жены. Почему же такие браки очень часто встречаются и что же вообще? Какие плюсы и минусы? Дорогие мои, я хочу вас попросить, прошу вас, обязательно напишите ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. То есть какие же действительно есть плюсы и минусы таких неравных браков. Да, всегда встает такой вопрос. Одно дело, когда муж старше жены на 3-4-5 лет, а другое дело, когда муж старше жены на 10-15 лет. И мы очень часто встречаем браки, когда ей 25, а ему 50, да, или ей 25, а ему 45. И вот если, допустим, мы встретим брак, когда женщине 45, а мужчине 25, то это покажется как-то странным. Не правда ли, друзья мои? А вот если мы встречаем наоборот, то это уже вошло в обыденность, да? И никто не скажет, блин, да что же такое происходит в современном мире вообще, почему же так бывает? Вот, мне интересно знать ваше мнение. Я его уже предчувствую, сегодня вам его расскажу, но тем не менее, давайте обсудим. Что же вы про это думаете? Обязательно пишите мне ваше мнение. Если вы еще не подписаны на мой канал, я вас приглашаю подписываться. Не стесняйтесь, делитесь вашим мнением. Друзья мои, совсем скоро выходит моя новая книга «Мой муж. Моя крепость». Я подготовила, долго очень собирала материал, очень долго готовила для вас эту книгу, поэтому каждому из вас я крайне рекомендую ее к прочтению. Книга о мужском здоровье, как улучшить мужское здоровье, как улучшить вашу потенцию, вашу эрекцию, чтобы никаких проблем вообще с сексуальной дисфункцией никогда не было. Также будет доступна аудиоверсия, которую специально для вас я лично записываю. Поэтому книга получилась потрясающая, я вам крайне рекомендую. Сейчас уже возможен предзаказ. Нужно оставить заявочку по ссылочке в описании. Я вам ее специально оставлю. Ну что, дорогие мои, давайте поговорим о мужчинах, которые старше женщины. Конечно, многие из вас сейчас напишут, что тут обсуждать, все понятно. Мужчина богатый, у мужчины есть деньги, у мужчины есть социальный статус, у мужчины есть недвижимость, у мужчины есть машины. Да, и он, конечно же, любая женщина там на него, соответственно, бросится. В этом есть свои плюсы, да. Но также стоит помнить, что для женщины есть определенные минусы. То есть, кроме плюсов, нужно знать, что она получает еще и огромное количество минусов. Какие же это минусы? Во-первых, безусловно, нужно понимать, что такая большая разница в возрасте. И мужчина изначально относился к женщине как к молодому телу. Ему хотелось это молодое тело. Ей хочется денег, ему молодое тело. Друзья мои, просьба на меня не обижаться. Это я говорю. Если я не права, напишите. Вот напишите мне в комментариях. Вы не правы. Но мне кажется, это вот такой факт, который действительно есть. И как бы вы с этим не спорили, такой взаимовыгодный союз. Ты мне себя, я тебе там какие-то блага цивилизации. Ну, не буду больше это комментировать. Следующий момент. Нужно понимать про то, что в любой момент вы взрослеете оба. Женщина становится взрослее. И когда ей будет 40, и ему, простите, дорогие мои, будет уже далеко за 60-70 лет. А в 40 лет женщина в самом расцвете сил. В 70 лет мужчины тоже, конечно, по-разному сохраняются. Но нужно помнить, что у вас в любом случае будут разные интересы. В 25 лет тебе захочется ходить на тусовки, тебе захочется там где-то развлекаться, тусоваться, получать от жизни какие-то супер эмоции. А вы их не получите. Действительно, да. Потому что мужчина часто ревнует свою женщину, он ее никуда не пускает или ходит с ней. Но понятно, что там в 45 лет ходить тусоваться каждую вечер, это тоже практически нереально. Поэтому здесь есть большие риски того, что вы оба взрослеете, да. Кто-то взрослеет, кто-то стареет. И, соответственно, очень сложно, да, потом в дальнейшем поддерживать диалог. Почему? Действительно, если сначала вам становится интересно, то потом, когда вам хочется поспать, полежать, там попу почесать на кровати, телевизор посмотреть, ваши девушки, ваши избранницы, ей хочется тусоваться. Ей нужна тусовка, ей нужно вот это внимание. Вот это вот, давай, 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 плясай, давай, все, тусоваться, да. И, конечно, если вы там один-два раза сходите, вы потом понимаете, что вам бы лучше дома на даче там шашлычки пожарить, полежать, чтобы тебя никто не трогал отдохнуть, потому что, не дай бог, давление подскочит, а ей нужна тусовка. И здесь, опять же, такой определенный конфликт, да, создается. Если вы ее одну не отпускаете, потому что вы ее ревнуете, да, там, к молодому другу какому-нибудь, а, соответственно, она, опять же, в себе таит то, что ей хочется тусоваться, гулять, развлекаться, и в определенный момент это неизвестно, как может проявиться. Поэтому вот такие серьезные риски действительно есть. И женщина, которая соглашается на такие отношения, она должна быть к тем, готова, готова абсолютно к этим рискам. Поэтому, дорогие мои, конечно же, есть свои плюсы, есть свои минусы, ничего не бывает так вот просто, да, в отношениях. И как бы многие женщины не говорили, это лучший мужчина, которого я встретила, к сожалению, очень часто такие браки заканчиваются разводами. Поэтому, если у вас есть опыт знакомых, и все хорошо, напишите, пожалуйста. Действительно, очень интересно знать. Поделитесь этой информацией, прям действительно очень интересно. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Также, друзья мои, крайне рекомендую вам оставить заявочку на книгу, потому что количество штук ограничено, и совсем скоро она выходит. Ссылочка под описанием к этому видео. Я жду ваше мнение. Действительно, очень интересно, что вы думаете на эту тему. И я вам, как всегда, желаю огромного здоровья, любви и счастья. И до новых встреч. Всех целую, обнимаю. Пока-пока.